Храм Старстотерпцев, он по своему качеству, это лучший объект, который в Сарове был построен за последние, может быть, 10 лет, как минимум. И сделать вокруг него некую такую градостроительную ауру, которая бы гармонировала ему, это было бы очень верным решением. Различные варианты благоустройства территории вокруг храма обсуждают уже несколько лет. Недавно свой проект предложило Саровское благочение. Согласно документу, сразу за территорией храма планируют построить культурно-просветительский центр для работы с семьей и детьми. Вокруг него предусмотрено озеленение устройства сквера с пешеходными дорожками, освещением, скамейками, мафами, автостоянкой со стороны улицы Менделеева. Сквер давно просили жители близлежащих домов. Если честно, мне больше нравится, когда больше озеленения в городе, но по опыту я знаю, что у меня есть друзья, которые, наоборот, не любят, когда слишком много деревьев. Но если убирать, то, наверное, лучше сквер. Дома построить? Почему? Ну, потому что не хватает места жительства кому-то там. Конечно, культурный центр лучше. А почему? Да. Ну, вот здесь храм. Люди ходят в храм и будут и здесь отдыхать, и рядом с храмом. Зелени практически не остается в городе. Какой он был зеленый? Я с 54-го года живу в городе. А сейчас что осталось? Лучше сквер, естественно. А почему сквер? А потому что и так друг на друге стоят дома. Вот. Уже, в общем-то, места нет разумное. За это и потопы происходят. Вот. Снегопады, снег, некуда класть. Вот. Затора со снегом и прочее. Ну, лучше сквер, наверное. Так поменьше, чтобы народу было. Чтобы можно было, как говорится, в сквере посидеть, выйти там, подумать и вообще. Культурно-просветительский центр, как следует из статьи на сайте православной Сарова, будет представлять собой двухэтажное здание. В нем сосредоточится приходская жизнь саровского благочения. Будут проводиться занятия для детей, работы детские кружки и секции. В оборудованном театральном зале жители города смогут увидеть концерты, спектакли православного творческого объединения «Мир» и приезжих творческих коллективов. Предусмотрено пространство для проведения выставок и организации праздников. Запланировано помещение для молодежного клуба, волонтеров, библиотеки с читальным залом, кафе и игровая комната для малышей. Чтобы создать среду комфортную для жителей и некое место протяжения более универсальное, не только как культовое сооружение, а как еще. То есть просто, чтобы люди сюда приходили и любовались на эту церковь. Не мимо шли по тротуару, а здесь как-то располагались на каких-то площадках, смотрели, дети играли. Пока это только планы, но Саровское благочение верит в их воплощение в жизнь. Екатерина Опенова, Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.